Меня зовут Александр Нестерюк. Я, собственно, создатель, художник, директор. Я Нестер Каста. Я Алина Нестерюк. Я являюсь супругой этого прекрасного художника. Ну, и я тоже заместитель директора, можно сказать. Правая рука и боевая подруга во всем. В один прекрасный день я увидел шикарную блондинку высокую, которая шла по тротуарчику, да, и все, и срисовал, что надо заехать за ней на мотоцикле Ява. А я увидела сначала Яву, потом я увидела, что на этой Еве едет такой вот Саша, и все, у нас любовь первого взгляда. Ей было 13, мне было 15, да, и мы прям прошли, да, мы вот, мы за этот период прям стали сильнее, крепче друг друга, да. Мы прошли очень много разных путей, там у нас был и автопрокат, автомашин, и Алина, когда закончила институт, я купил оборудование, и мы начали проект рекламный бизнес, то есть оформление, да, рекламы, наружные вывески, полиграфии, там календарей, майки, там печатали, визитки, все что. То есть 10 лет вот в том бизнесе в рекламном Алина была в руководителях, да, тяжело заниматься тем бизнесом в таком маленьком городе, да, нету там оборудования стоит огромных денег, а сбыта нету, да, такого, ты не можешь, и тебе надо, ты не можешь как бы там печатать одни бонера или еще что-то, да, ты пытаешься во всем диафазоне работать, да, чтобы обеспечить количество заказов, да, потому что, ну, население маленькое, да, но ты там не можешь конкурировать там с какими-то другими городами, потому что там тоже такие же есть предприятия, да, и все там кое-как выживают, да, и то есть мы смотрели, что, ну, что-то не то, да, и в какой-то момент я действительно тоже расслабился, и вот попробовал всегда вот в какой-то роли вот создать мотоциклы, создать искусство, да, в какой-то момент мы это все искусство и мотоциклы вот оставили под крышу и сделали туристическим объектом, когда этот туристический объект начал работать, мы поняли, что с рекламным бизнесом пора, он нас высосал, мы больше там себя не видим, с прокатом автомобильным там тоже были такие истории, мы забирали машины с временами полиции из Варшавы, мы забирали машины с полей, с разбитыми стеклами, с заломанными ключами, там прошли такой ад, там отдельная тоже история, и ту сторону мы тоже закрыли, потому что там и битые машины, пригоняют битые, пригоняют тикаря крашеные, ну, после косяков каких-то, там тоже там такая школа жизни и испытаний была, и да, и с той деятельностью тоже мы прекратили. Сейчас единственное, у нас, да, у нас два направления, это ремонт битых машин по-прежнему, да, и галерея. Даже в один момент какой-то ремонт битых машин было желание закончить, потому что я 20 лет в нем, и немножко как бы устал, и там опять есть рамки, есть деньги, есть какие-то критерии, здесь в галерее это все очень так было хорошо размыто и неограничено, но пандемия сказала не парниша, сервис, сервис это хлеб, да, потому что нам здесь запретили работать, да, якобы упакованным этим всем причинам, а в сервисе мы могли продолжать каким-то образом существовать, и, как говорят, нельзя ложить все яйца в одну корзину, да, поэтому у нас на сегодняшний день до сих пор это две корзины, с которой мы рады, с которой мы на себе очень работаем. Замечательно. А я не честно. Нет, все на самом деле, да, все очень хорошо, мы друг друга дополняем, это, знаете, в нашей ситуации в Украине есть горячая вода и есть холодная вода, да, и ты идеальную температуру воды можешь сделать благодаря холодной и горячей, да, и вот мы этой идеальной температурой именно достигаем благодаря тому, что мы идем вдвоем вместе, да, то есть я где-то может быть горячей иногда, да, и переборщаю, а иногда мне раскрывает... Охлаждают. Да, охлаждает, раскрывает другую сторону, и я тогда могу взглянуть на это немножко иначе, понимаю она... А где-то мне иногда не хватает вот этого огня какого-то, да, стабильности такой, тогда он мне помогает, да, вот, и получается идеальная, как Саша сказал, температура, заряд, чтобы действовать вместе. Хорошо. Хочу сказать, что вот мы тоже как с мотоциклом ездим, да, мы как вот уже со школы вместе, и мы тоже начинали путешествовать на мотоцикле очень везде, где сначала в Латвию все объездили, потом мы там в Минск поехали, в Беларуси у нас такой первый дальняк был, да. Путешествие на мотоцикле, оно тебя связывает очень сильно, потому что ты, когда находишься на одном вот мотоцикле, это как на коня сесть, да, у тебя должна быть связь с конем, да, ты ни шаг не влево, ни шаг вправо, да, так же самое, когда на мотоцикле ты едешь, Саша ведет, я сзади сижу, я должна полностью чувствовать все его движения, все его мысли, как он что подействует, да, чтобы вот не было вот этого дисбаланса, и чуть где-то, если я бы вот нарушила вот этот баланс, все, было бы плохо очень, да, могло бы закончиться. И вот это, именно вот эта вот езда на мотоцикле, я считаю, что тоже это очень хорошая вот тренировка, как чувствуют друг друга, да. Наш туристический объект вот такого формата, да, нам удалось сделать своего рода экспо, то есть мы уже работаем не только на проекте, мы работаем как минимум на всю Латвию, как минимум, как максимум, да, когда мы открывались, нам были даже и те же итальянцы, и немцы, да, и французы, да, и россияне, и белорусы, и украинцы, то есть были все. 10 лет назад это туристическое направление, оно, наверное, не было так разным, да, но вот сейчас это прям очень актуально, и все ездят и пользуются вот именно этими объектами, притяжением, да, объектами, куда можно прийти, вдохновиться. Есть плюсик, что ты в маленьком городе открываешь, потому что все-таки ты становишься больше заметен, да, чем если бы ты это, например, в столице, да, где-то такое место открыть, чуть-чуть надо было бы больше распространять этой информации, рекламы, да, чтобы тебя заметили. А тут нам даже практически не надо было рекламироваться, потому что мы только начали здесь все делать, строить, и уже все газетки, всевозможные корреспонденты, все в округе, ты сами уже, да, уже начинали тебя искать и что-то делать, и рассказывать, да. Да, объекты начали все распространять. В этом плане хорошо, да, то, что маленький город. Так это в маленьком пруду, да, несмотря на то, что мы, может быть, маленькая рыба, но мы заметны, да, а пусть мы этой рыбой в океане, да, мы бы не были, наверное, заметны. Когда мне было 6 лет, подарил мне мопед, мопед был в сумке, да, и он был разобранный, его надо было очистить, покрасить, собрать. С помощью отца мы, естественно, это сделали, да. Когда мы его собрали, выкрасили в вишнево-черный цвет, отец мне наклеил наклейку Marlboro на бак, и я начал свою двухколесную техническую жизнь, да. С 6 лет до 15 я все время занимался мопедами, потом в 15 лет пошел работать к отцу в мастерскую по ремонту битых машин. И там я научился работать с железом, естественно, я научился какому-то бизнесу работать с клиентом, понял, как, что это вообще зарабатывать, да, и развиваться. И с 15 лет, собственно, я вот параллельно занимался мотоциклами, мопедами и работал в этой мастерской. Когда мне было 20 лет, отец умер. У меня осталась эта мастерская, я там уже набрал свой коллектив, начал развивать этот автомобильный бизнес, да, и, наверное, до 25 лет я его полностью пытался. Я набрал кучу народа, да, я их всех обучал с нуля. Я там прошел такой ад, когда ты берешь работу на сотрудников, сотрудники толком не умеют еще, ты их должен обучить, но клиенту тоже должен дать результат. И у меня там прям были такие жесткие нервные срывы, да, чтобы пока я их выучивал. Но потом, да, все устаканилось более-менее. Я понял сам, как работать, как работать с людьми, как работать с заказчиками, как работать с клиентами. И в 25 лет, наверное, я вот решил, что могу и хочу сделать первый себе мотоцикл. В 25 лет я создал свой первый мотоцикл. Это были... был, естественно, куплен мотоцикл, но я все обрезал, оставил двигатель, нижнюю часть рамы и переднюю вилку, да. И все остальное я начал делать из труб железа, из листов железа делать форму, да, так как форму я чувствовать умел, потому что делал всю жизнь битые машины, да, и возвращал их в форме. И в один момент я понял, что хочу сделать свою форму, да, и вот два года работы вечерами, выходными днями, да, и у меня получился мой первый мотоцикл, первый мой проект бычара, да, с харизмой. Он такой брутальный, это мой характер. Я родился в год быка, да, и мне симпатичен этот зверь, да, его настойчивость, трудолюбство, благородство. Когда мы сделали бычару, Алина разработала логотип, то есть это тоже наш логотип, это бык, и назвали мы это все Нестер Кастом, Нестер прозвище мое, да, а Кастом это как индивидуальная вот какая-то работа. И потом, когда появился первый мотоцикл, появился второй мотоцикл, третий мотоцикл, и в какой-то момент я увидел валяющиеся детали на полу, и я почувствовал, что я из них могу сделать форму, да. Если у меня мотоцикл бычара был, то скульптуры быка не было у меня, да, и первая скульптура это маленький бык. Назвал я его начо, от слова начало, созвучно с мачо для игры слов, да, начо-мачо, вот. Ну и когда появилась первая скульптура, да, то есть она появилась на свет, и люди ее увидели, оценили, я увидел, в какой восторг она приводит, да, зрителей, и я понял, что мне эта энергетика нравится, мне нравится, как люди на это реагируют, я этим вдохновляюсь. И тогда была первая, вторая, третья, четвертая скульптура, и вот в какой-то момент мы поняли, что у меня большое количество коллекция мотоциклов, коллекция скульптур, и что это все надо ставить под определенную крышу и сделать из этого туристический объект. То есть первая скульптура быка, это вот мой символ, да, я чувствую себя быком внутри всегда, и всегда им таким чувствовал, да, там драколин, дракон, скульптура дракона есть, это вторая была, наверное, скульптура, Алина родилась в год дракона, да. Потом там у меня есть скульптура закон, так как я предприниматель, ездию на мотоциклах, да, у меня все время проблемы с законом, да, какие-то там, да, это все время штрафы, налоги или прочие какие-то нюансы. Есть скульптура пробуждения ярости, да, когда ты злой становишься, да, то есть есть скульптура карма, да, то есть я верю в карму, я знаю, что она работает, я на себе это прочувствовал, да. Есть скульптура сила духа, это про то, что надо всегда идти до конца, не бросать, не бросать полдела на пути. Есть скульптура игнорирования, там есть скульптура страсть. Создание занимает очень много времени, очень много труда, и у меня многие спрашивают при посещении галереи, а у тебя есть ли конкуренты, да, я говорю, ребята, я сам себе не конкурент, я эту штуку никогда не повторю больше, да, я не смогу при всем желании ее сделать, потому что детали уникальны, сборка уникальна, и затрата времени идет колоссальная, да, на это, то есть мы берем, я работаю со всеми бушными деталями, да, то есть эти детали, ну, надо их отмыть от масел каких-то, от грязи, да, от пескоструить там, от коррозии. Ты тратишь огромное количество времени на поиск вот той нужной детали, где-то ее подрезаешь, где-то ее подгоняешь, да, и то есть это все время, когда я создаю, я могу там в захлеб 4 дня заниматься этим, да, но я возвращаюсь в материальный мир, потому что мне надо платить за электричество, за отопление, за налоги. Когда скульптура продается, ну, это как твое детище, это как ребенок, это часть тебя, это часть жизни, это часть истории, это часть твоего мироздания, мировоззрения, и все, вот он, вот он уйдет из галереи, он будет у других, я уже не смогу себе такого же сделать, понимаете, никому не смогу такого сделать. Сколько стоит человеческая жизнь, да, она бесценна, да, в принципе. Так же и искусство, оно рождено, оно рождено тем же человеком, да, но немножко другим методом, наверное, да, и его вообще сложно оценить в каком-то плане, да. Ну, скажу честно, было очень страшно вообще, это как бы первый опыт именно с большими такими полотнами, да, работать именно на расстоянии, на высоте тоже надо было все исполнить, но, как говорится, глаза боятся, руки делают, надо было все успеть в сроки, да. И когда у тебя есть цель, когда у тебя есть желание, когда ты отпускаешь все страхи, тогда вот как-то уже все само собой происходит. Даже я уже дорисовывала ту стену и доводила последние штрихи, там вот шпильку дорисовывала, да, и я потом отхожу такая, думаю, вау, блин, как это я вообще сделала, то есть это уже настолько происходит, потом уже как-то, не знаю, машинально, да, как-то вот из тебя изнутри это все выходит, поэтому это, наверное, и есть самое настоящее творчество, когда ты это делаешь не специально, а делаешь вот именно как-то откуда-то из тебя это выходит само собой. Саше тоже нравились вот эти все вот такого формата вот фотографии, вот это все, да, и он сделал первый мотоцикл вот этот бычара, и мы попробовали сделать первую вот фотосессию. Он говорит, давай, все, шпилька, колготки, сетка, ну, я, конечно же, ты что? Ну, мы попробовали, и все, и как-то нам понравился этот формат, и как-то затянуло, и потом все, у тебя эти образы как-то как вспышки приходят, картинки, все, давай это, давай это, и все, и вот так вот мы стали экспериментировать тоже, все потом смелее, смелее эти фотографии стали, и вот так вот у нас это сейчас продолжается, сейчас тоже поняли, что скульптуру, да, тоже это все в интернете предлагать, когда вот именно с нашим участием ты это все делаешь, обыгрываешь, то это зрителя больше привлекает, интригует и заманивает. В формат галереи ты пришел, посмотрел, это все хорошо, но когда ты еще что-то с собой взял, купил, это очень хорошо остается потом и для дальнейшей рекламы, и человеку тоже потом приятно посмотреть на эту вещь, да, и вспомнить о нас, возможно, поэтому, да, мы придумали тоже в формате галереи маленький магазин сувенирный, да, то есть мы делаем майки, кепки, да, то есть тоже все в нашей тематике, это не просто магнитики, да, даже брелочки у нас тоже стильные, то есть можно обыграть куда-то к сумочке прицепить, куда-то к джинсам, да, уже все это нестеркастно, вот, часть нестеркастно, да, то есть это еще вот, чтобы это все шло в люди, в публику, да, чтобы мы были заметны, и, то есть распространять наш бренд, да, то есть тоже кепки сейчас очень актуально, модно, да, и чтобы вот это оставалось все в людях, и люди вспоминали про нас и думали, и хотели еще возвращаться сюда еще раз и еще раз.